Наша трибуна Я имею, что сказать А я думаю, что... Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Ну что, продолжим разговор Обязательно Примем звонок А потом несколько слов о том, что происходит в Воленойсе А потом о здравоохранении Добрый день Алло, здравствуйте Еще раз Здравствуйте После войны Канцлер Германии Аденауру Предложили Установить Минимальную цену На хлебопулочные изделия И повысить Минимальную зарплату Рабочим На что Канцлер ответил Цены на булочку И зарплату рабочим Должен устанавливать Булочник Чтобы Держать экономику на плаву А не Допустим Наши Сэшелл-воркеры Которые Демократы Которые Все время Повышают Минимальную зарплату Дают льготы И так далее И тому подобное А вот скажите Пожалуйста Несмотря на Все усилия Трампа Построить стену И Установить пограничников Все же Как-то Число Нелегалов Проникающих В нашу страну Повышается В прошлом месяце Их Больше 100 тысяч Поникло Как это можно Объяснить Катастрофическая Цифра И вот Кстати Спасибо большое Хороший вопрос Кстати Сегодня то что Взорвало мозг Демократов Это то что Бар объявил О том что Все Они будут сидеть До тех пор пока Пока их кейсы Не будут рассмотрены И тут Началось Ведь получается Что они Переходят границу Кстати Подтвержденные Факты Что адвокаты Американские На той стороне Границы Консультируют их И учит их Что нужно Говорить При встрече С пограничниками С тем Чтобы их Не развернули Не пнули под зад Не выкинули назад Но они Сразу поднимают Руки вверх И говорят Что они Ищут статус Беженца Что им угрожает Полит убежище Что им угрожает Опасность И все И мы их принимаем Поскольку Количество Мест В этих Детенционных Центрах Ограничено Их держать Больше негде Просто Физически Нет возможности Это значит Что нужно Отобрать у стариков Еще деньги И построить Для них Эти лагеря На сутки Ты понимаешь Сереж Ладно Уже хорошо Вот взяли Эти сто тысяч Которые перешли Посадили их В лагеря Построили лагеря Если бы Этим закончилось Ладно Пусть будет Но они ведь Продолжают поступать То есть Получается Что То есть Мы должны Как ты сказал Строить города Для того Чтобы Их Как говорится Города Временного Содержания Ну это Ну это Ну в общем Тут Один Мой знакомый Адвокат Наш общий Знакомый адвокат Статью Поместил Где Приводятся Данные О том Что нелегалы Практически Ну если бы не они То у нас бы Вообще Тут катастрофа была В экономике В social security Что они Дескать Дистрибьют Там 3 и 3 десятых Миллиарда Долларов В систему Медикер Хочется спросить Вопрос Где деньги Зим Да 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 Я на всякий случай Назову цифру Ну так Приблизительную Не точно Но приблизительную Где-то На две программы На медикер И медикейт Уходит Порядка Триллиона долларов Можете себе представить Триллион долларов В том числе Этими программами Пользуются И те Кто живет Здесь нелегально Меня интересует Другая вещь Вот Опять же Они нам ничего Не стоят Нелегалы Это фантастика Значит У нелегала Прорвало Я не дай бог Там Аппендицит Бежит Он в госпиталь Ему Обязаны Предоставить Медицинское Обслуживание Это выходит За счет Кого Или чего Да Да Хорошая Или у нас Есть служба Которая Выделяет деньги На пользу Нелегалов Если она такая Есть Тогда откуда Эта служба Берет деньги У нас есть Программы В каждом штате Существуют Какие-то программы Я не знаю точно Сколько программ Существует Но Я встречал Эту информацию Специально Смотрел Существует Программа Помощи Недокументированным Эмигрантам Но это уже Не говоря о том Что Ведь посмотри 40 тысяч Семей С детьми Это значит Что дети Пойдут В школу На бесплатный Ланчик Совершенно верно На каждого студента В школу Выделяется Из наших Кровных денег За счет Чего Кстати Наши налоги На прапорте Растут Так сказочно Как на дрожжах Наши знакомый Говорит Нас пытается Убедить Налоги Том Они платят Налоги Да уже Ладно С налоги Они платят Налоги Говорят Убедить В том Что Это не помощь А это Лом А в будущем Они отработают Значит У меня вопрос Ну Я Не лезу В эту переписку Ты это знаешь Но у меня Было Вопрос Такой Вот Честно Человек Действительно Верит Причем Мы знаем Что Неглупый Человек Нормальный Абсолютно Адекватный Он Действительно Верит В то Что Эти Нелегалы Когда Либо Вернут Этот Лон То есть Лон Это Подразумевает Возврат Денег Это Лон Иначе Это Либо Подачка Либо Подарок Мы же Прекрасно Понимаем И когда Они говорят Что они Платят Налоги Но я Хочу Сказать Что Половина Страны Федеральных Налогов Вообще Не платят Просто Половина Страны Я сейчас Даже Не говорю О Нелегалах Которые Наверное Я позволю Себе Сделать Утверждение Что Наверное Не все Нелегалы Которые Пришли Из Южной Америки Работают Врачами И адвокатами И платят Сумасшедшие Налоги В федеральную Казну Вот Смею Предположить Такое Возможно Кто-то Из них Работает Возможно Кто-то Из них Работает По Чужому Сошл Секьюрити Возможно Получает Там 13-15 Долларов В час Допускаю Но Смею Предположить Что федеральные Налоги Он тоже Не платит Потому что С такого Хрена Доходов Федеральный Налог Не взымается И когда Адвокат Экономист Говорит Что они Платят Налоги Мне как-то Не очень Верится Человек У которого Доход 30-40 Тысяч Не платит Федеральный Налог Половина Населения Работающего Не платит Федеральные Налоги Не потому Что Не хотят Платить Потому что У них Доход Низкий Поэтому Они Не платят И еще Раз Смею Предположить Что Наши Дорогие Нелегалы С юга Не все Работают Адвокатами И врачами И инженерами Чтобы платить Федеральный Налог Ну Сейлс Текс Наверное Не платит Никуда От этого Не денешься Но Это Не Биг Фрик Дил Это Никак Не возмещает Те Расходы Которые Мы Вынуждены То есть Ты понимаешь Да Имея Низкие Только По мире Своей Возможности И при этом Они умудряются 25 миллиардов Долларов Отправить На родину Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Добрый день Сергей Добрый день Анатолий Владимир Я После этого Еще Если Очень интересно Есть Такая Бегущая Страха Знаете На На Сайте One American Network Вы знаете Там есть Табличка Где Живое Сколько Сегодня Регалов И Сколько На Сегодня Обошли Бюджет Я Покажу Это 74 Миллиард За 2 День Да Это Абсолютный Минус Как Не Крути Но При этом Когда Вы Дискутируете С Нашим Адвогатом Он Говорит А Покажите Мне Документы Где Адвокат 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 Будет защищать Даже Незащитимую Позицию Работа Работа За ваш Звонок Добрый день Пожалуйста Приглушите Радиоприемник И будем С вами Разговаривать Слушаем Да Я хочу Сказать Что Точно так Доктора Хотят Иметь Больных Пациентов Точно так Адвоката Хотят Иметь Нелегалов Потому Что Это Будет Кормить Поэтому Доверять Их Мнению Рассчитывать Что Они Говорят То Что Даже Думают Скорее Сего Они Говорят То Что Им Надо Ну Да У У Нас Еще Один Звонок Поговорим Кстати Добрый день Добрый день Добрый Будьте добры Все таки Какое Предложение Сделал Бар И Насколько Оно Будет Обязательно К Исполнению Спасибо Большое Ну К Исполнению Бар Сделал Предложение Что Незаконно Перешедшие Границы Заявившие О том Что Им Угрожает Опасность Будут Не Как Теперь Там Какое То Количество Дней 20 Дней И Потом Выпускаются То Их Поместили Взяли Заполнили Аппликейшн И через 20 дней Их Выпустили Это Не Касается Детей И Это Не Касается Семей Это Именно Мужчины Одинокие Мужчины Которые Нелегально Не Перешли Не Сдались Властям В Энтри Пойнт А Которые Перешли Границу Незаконно Да Они Теперь Они Будут Сидеть До тех Пор Пока Их Кейс Не Будет Рассмотрен И Не Будет Принято Решение Либо Предоставить Им Статус Беженца Либо Депортировать Все И Это Вызвало Бучу Теперь Замечательное Предложение От Опять же Я Возвращаюсь К этому К Таунхол Когда Барни Сэндерс Смешной Дядька Говорил Бесплатной Медициной Медикер Фуол И Толпа Взорвалась Блин Обрадовались Медикер Фуол 180 Миллионов Человек На сегодняшний День Имеют Частную Страховку От Своих Работодателей Предложение Барни Сэндерса Которые С таким Воодушевлением Поддерживали Вот Те Большинство Присутствующих На этом Собрании На Таунхол Митинг Пришли В неописуемый Восторг Сейчас У них Страховка Такая Потом Они Думают Что Рассчитывают Наверное На то Что Вот В том Виде Медикер В котором Он Сейчас Есть Он Достанется Им И он Будет Бесплатный Правда Заставили Все Таки Барни Сэндерса Прижали Его Зажали В угол И вынудили Сказать Что Да Налоги Конечно Поднимутся Ну да Кто-то Железно За это Платить То есть Он Выкрутился Как Вот Как Все Адвокаты В принципе Он Сказал Так Да Это Будет Бесплатно Для тех Кто Этим Пользуется Но Кто-то Железно Должен Платить Поэтому Тексы Пойдут Вверх То есть Вы понимаете Да Что Мало того Что Вам Поднимут Тексы Вы Еще Будете Практически Останетесь Без Медицинского Обслуживания Потому Что Ни один Нормальный Уважающий Себя Врач За 15 Долларов Минимум Ведж Работать Не будет Давай Так Чтобы Понятно Было Чтобы Не вдаваясь В подробности Я скажу Так На Сегодняшний Существует Федеральная Программа Медикер Для пожилых Людей Для пенсионеров Да Или Для людей Достигших 65-летнего возраста И Штатные Программы Типа Медикейт И Конечно Программа Медикер Пользуется Популярно Несмотря на то Что Уже Сокращения Пошли Уже Стали Урезаться Услуги Потому Что Количество Получателей Страховки Медикер Растет Поэтому Надо Рационализировать А рационализация Это значит Сокращение Услуг И так Далее Так вот Друзья мои Если кто-то из вас Пользовался Программой Медикейт Я знаю Что большинство Людей Как бы Номинально Имеют Эту страховку Но Воспользоваться Их практически Невозможно Потому Что Врачи Ее не Принимают Ни один Специалист Не принимает Программу Медикейт Вот Так вот Я вам хочу Сказать Что Если Вот эта Мечта Вот этого Кремлевского Мечтателя Барни Сэндерса Найдет Своё Воплощение В жизнь То Программа Медикейт Превратится В программу Медикейт Для всех И Кроме Повышения Налогов Ну а Что такое Программа Медикейт Кто знает Поговорите с теми Если вы Сами не пользовались Ей никогда Поговорите с теми У кого есть Страховка Медикейт Так вот Программа Медикейт Превратится В Медикейт То есть Шиш Услуг Ну Смотри У нас есть Добрый день Говорите Пожалуйста Здравствуйте Я вот хотел Спросить На Предыдущей Программе Выступал Павел Дальнобой И вот Он Сказал Одну вещь Что вот В украинском Продительстве Сейчас Много Евреев Балатируется И будет И он Говорит Дай Бог Чтобы им У них Все получилось Если не Получится Так Не вернутся Ли Украинцы А Снова К этому Лозунгу Без жидов Спасай Россию Так вот У меня Вопрос В Америке Тоже Много Евреев Сейчас Расшатывают Это дерево На котором Оно сидит Не будет Ли Фарахан Тоже Объявит Этот Лозунг Ну Я Скажу Честно Я даже Не знаю Как на это Ответить Потому что Вы это Все Как-то Смешали В кучу Палил Дальнобой Украинцы Фарахан Давайте Мы будем Говорить Так Мы Живем В Америке Поэтому То что Происходит На Украине Честно Нас Тут Живущих Здесь Мало Касается Несмотря На то что Да у нас Там есть Семьи Да у нас Там есть Друзья Знакомые И так далее В отношении Фарахана Опять же Пока что Фарахан В принципе Здесь Никто Да у него Есть Какие-то Там Последователи Которые Их очень Небольшое Число Поэтому Я не думаю Что это Проблема Вот проблема Настоящая Это то что В Конгрессе Сейчас происходит Это вот Эти вот Звезды Новые Демократической Партии С ярко Выраженными Антисемитскими Настроениями С антиизраильскими Антисемитскими Ну понятно Когда Что вы хотите Мусульманки Которые Тесно Связаны С КЕР Это организация Совет По Исламо Американским Отношениям Которые Ее Не Обвинили Но Как Это Аннендайтед Связь С Хамасом Они Собирали Деньги Для Хамаса Собственно То что Эти Сейчас Конгресс Менши И делают И Рашид И 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 Амар Собирают Участвуют В фанрейзинге Собирают Деньги И Эти Деньги Там Значительная Часть Которых Попадают В руки Хамаса И К сожалению Демократическая Партия Даже Некоторые Комитеты Демократической Партии Возглавляют Евреи Мы знаем Там Девять Что Ли Евреев В Конгрессе И Демократическая Партия Не Нашла В себе Силы Достойно Ответить И Они Попытались Прикрыть Вот Это Действительно Это Раз А во Вторых Меня Меньше Честно Меня Меньше Волнует Такие Как Ильхан Амар И Тлоиб Если Бы В Демократической Партии Сидели Бы Евреи У Которых Было Бы Какое Чувство Гордости И Чувства Солидарности Чтобы Как То Воспрепятствовать Вот Этим Высказыванием Их Лозунгам И так Далее Вот Это Меня Беспокоит Больше То Что Евреи Сами Себе Страивают Вот Это Вот Яркий Пример Когда Конгресс Момена Девятого Избирательного Округа Джан Чаковский Саботирует Выступление Премьер Министра Израиля В Конгрессе Таких Примеров Масса Добрый День Пожалуйста Фильм Здравствуйте Это был Не Фаракан Это был Парахан Порошенко Так Они Его зовут На Украине Да Здравствуй Това Ну Как Друзья Мои У нас Здесь Своих Проблем Мало Эфир Не Проходит Без Ну Оппонента Вашего Избранника Не Жду Строк Спасибо 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 Огромное Субтитры